Строительство – единственная сфера, в которой за последние годы не удалось переломить негативную динамику. Во Дворце Независимости в эти минуты проходит совещание, посвященное работе строительного комплекса страны. Александр Лукашенко призвал отнестись к этой встрече как к мозговому штурму, чтобы в итоге решить проблемы, а не просто их обозначить. В стране, отметил президент, каждая четвертая строительная организация работает с убытками. Объемы строительства сокращаются, а очередь многодетных семей с числа нуждающихся в улучшении жилищных условий наоборот растет. Важными вопросами остается контроль за ценой квадратного метра, а также борьба со спекуляциями на рынке недвижимости. Наказания за подобное преступление и за невыполнение требований президента потребовал Александр Лукашенко будут только ужесточаться. Совсем недавно мне доложили вообще выпиющий факт. Когда-то провел совещание, наверное года три назад, ко мне обратился руководитель одного из предприятий. Я говорю, Александр Лукашенко, дайте мне в Минске землю или где-то я построю за 600-650 долларов. Вы помните, это совещание проходило. Поручаю Мингородсполкому, вы рассмотрите, пишут мне, а да что вы, Александр Лукашенко, это же будет коррупция. Сплошная коррупция, нельзя этим путем идти. Как здесь может быть коррупция, если горисполком будет фактически строить и продавать это жилье? Недавно мне докладывают. По 650 долларов построили, ну и люди стоят в очереди, чтобы купить это жилье. Приходит один курносый или вдвоем, покупают аж 64 квартиры, никого это не настораживает. И на завтра перепродают 54 или 56, успели продать квартиры. Уже по рыночной цене. А где председатель горисполкома? Вчера мной было принято решение всех в следственный изолятор, всех до единого, одеть нарушники, разобраться со всеми и вернуть деньги народу. Ну а завтра посмотрим, что делать с Шортсом. Мы доведем до каждого на местах требования президента по борьбе с коррупцией и прочими правонарушениями, нашими правонарушениями. А потом от меня добра не ищите. И запомните, я увидел эту лазейку, мы их в тюрьму за взятки, а за хорошее поведение Шуневич завтра освободил. Этого больше не будет. 25 раз, повторяю, лучше бедным на свободе, чем богатым в тюрьме. Среди требований главы государства, выполнение которых в ближайшее время проконтролируют в администрации президента и силовые ведомства страны, эффективное развитие городов-спутников, загрузка производственных мощностей на цементных и стекольных заводах, решение проблемы оттока кадров. Ключевое здесь – подключить предприятия к строительству арендного жилья для представителей рабочих специальностей, независимо от региона установить равную оплату труда строителей. По итогам совещания, каждый из его участников, а это регуляторы рынка, представители строительных организаций разной формы собственности, руководители предприятий, должен иметь четкий план действий на своем участке.